Синкопа 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 «Стоп! Видишь?» Эбби отпустила клавишу «Что это?» Спросил я, отпевая сок Светлая точка в нижней полусфере мигнула под моим пальцем Нейросеть тут же прочертила радиус-вектор Обозначила расстояние Растянула координатную сетку Точка получила обозначение «Объект происхождения неизвестно» Три с половиной миллиона километров «Сканер не успел захватить», — сказала Эбби «Запусти время», — попросил я «Сейчас» Вместе мы смотрели, как точка вываливается за видимую сферу Нейросеть поделилась данными о ее текущей скорости И предполагаемом направлении движения «Скорость совсем маленькая», — сказал я «Возможно, это дрейф» «Рассчитай-ка траекторию сближения» «Думаешь, это что-то древнее?» Я вздохнул «Древнее?» «Скорее всего, мертвое» «Или вовсе кусок железа» Эбби пожала плечами «У нас свободный поиск, можем себе позволить?» «По какой схеме сближаемся?» «По первой, с зондом» «Ясно» Эбби прыгнула в ком кресла «Голограмки запускаемых процедур закружились над ее головой» «Я допил сок» «Что за шума драки нет?» «Крепкий смуглый Клаус шагнул в рубку, поправляя пояс с инструментами» «Створки мягко сошлись за его спиной» «Эбби кое-что обнаружила», — сказал я, комкая опустевшую упаковку «Зонд пошел», — отсигналила рукой Эбби «Зонд?» Клаус повернулся к экрану, треть которого уже заняла получаемая с зонда картинка с телеметрическими данными «И что мы ловим?» — спросил он «Непонятную хрень», — сказал я «Космос весь состоит из непонятной хрени», — флегматично заметил Клаус «Это, возможно, древнее?» Клаус приобнял меня за плечо «Мой друг», — сказал он проникновенно «Скорее всего, для тебя это будет новостью, но все в космосе древнее Он сам со всеми этими туманностями в подмышках весьма древний Я двинул его локтем вбок «Спасибо за лекцию» Клаус скривился, сложился и, изображая раненого, потащился мимо стола к креслам «Эбби! Твой муж почти убил меня за правду!» Эбби фыркнула «За правду положено страдать!» «И не толики жалости?» «Неа!» Клаус вздохнул и заполз на сиденье «Вы страшные люди! Если бы я знал, с кем мне придется делить Мерик...» «Ты бы никогда?» «Да, я бы никогда!» Сказал Клаус, активируя галлопанель «Я бы ни за что!» «Ты бы и Пикфорду!» «Да, я бы и Пикфорду!» Клаус повернул голову с подголовника, чтобы окинуть меня укоряющим взглядом «Макс, я знаю, что ты знаешь меня как облупленного, но это ведь и тебя делает предсказуемым» «Увы!» Я отправил упаковку в утилизатор и сел в кресло слева от Эбби «Нейросеть корабля тут же полезла в мой череп, проверяя состояние, допуски, включая пиктограммы систем и видов взаимодействий Я отогнал иконки взмахом ладони «Не до вас!» И повернулся, чтобы видеть общий экран Клаус сделал изображение с камеры зонда основным Космос пытался дышать в лицо Объект, замеченный Эбби, из пылинки, из тусклой малозаметной маркированной точки Пророс сначала в пятнышко А затем вытянулся в странную конструкцию из сфер и ажурных переходов между ними «Нейросеть искусственно подсвечивала чужой корабль, медленно плывущий во мраке» Клаус присвистнул «Никогда такого не видел», — сказал он, выравнивая зонд по скорости с чужаком «Часть экрана заняла телеметрия Расстояние от зонда до объекта 100 тысяч километров Скорость объекта 5 километров в секунду» «Я торможу, Мэрик», — сказала Эбби «Давай», — кивнул я «Если Клаус не обнаружит ничего сверхординарного, перейдем на схему 2» «Принято» Чужак не подавал признаков жизни Пользуясь сенсорами зонда, нейросеть Мэрика создала его голографическую модель Матовые сферы висели, как виноградины на разветвленной кисти Связывающие их ажурные переходы казались налипшей серебристой паутиной В длину корабль был около 70 километров, в ширину — около 30 «Клаус, сделай несколько витков», — попросил я «Не приближаясь?» «Нет, сканировать на последнем витке» «Принято» Клаус откинулся в кресле Корабль на экране прыгнул вниз Далекие звезды на мгновение превратились в световые завитки Уловив шелест створок, я перевесился через подлокотник и махнул рукой «Роберт, привет!» Высокий светловолосый Пикфорд кивнул «Доброго дня!» Он прошел к холодильнику «Смотрю, вы развлекаетесь?» Сказал он, вглядываясь в строчки сенсорного меню «Может, лучше вызвать соответствующих ребят?» «Извещение в бюро уже ушло», — сказал я «Но что мешает нам произвести первичный осмотр?» «Наверное, наличие разумной осторожности», — заметил Пикфорд Его палец повис над выбранной строчкой Пикфорд, видимо, из пресловутой разумной осторожности, медлил «Мерик в миллионе», — сказала окруженная пиктограммами Эбби «Согласую курсы» «Принято», — сказал я Пикфорд, наконец, опустил палец, но я готов был поклясться, что выбрал он не то, что хотел первоначально Туба с соком скользнула ему в ладонь «Что это у нас вообще?» — спросил Пикфорд, усаживаясь в последнее свободное кресло «Корабль», — сказал я «Творение внеземного разума» «Эбби нашла», — добавил Клаус «Ну, я не удивлен», — сказал Пикфорд, отпив сока и сморщившись «Надеюсь, мы не полезем внутрь» Камеры зонда вновь сфокусировались на чужаке Нейросеть «Мерика» сформировала его тепловую карту До последней виноградины корабль был холоден, как космос «Примерный возраст 70 тысяч лет», — сказал Клаус «Уже что-то», — сказал Пикфорд «Дохлое древнее чудовище», — сказал я «На третьем витке зонда нейросеть представила нам четкое изображение корабля Серебристо-черный, он был по-своему красив, проглядывала даже продольная симметрия Поверхность его была испещрена микрометеоритами Некоторые сферы имели едва видимый рельефный узор Сплетение треугольников и дуг «Ага», — сказал Пикфорд Повинуясь его командам, нейросеть «Мерика» выделила одну из сфер Часть ее была чудовищным ударом вмята внутрь Рядом кружили захваченные притяжением корабля Несколько крупных осколков и рой мелких «Кажется, это причина гибели» «Здесь есть еще одна, такая же», — сказал Клаус «Проекция чужака повернулась перед нами, и мы увидели вторую виноградину, утратившую первоначальную форму Правда, здесь повреждения были не так масштабны Вмятина занимала едва ли десятую часть сферы Я предположил, что разрушения могли быть вызваны столкновением, когда корабль уже потерял всякие признаки жизни «Или это результат применения оружия», — сказал Пикфорд «А вот еще», — сказала Эбби Замеченная ей виноградина висела чуть ниже остальных Она казалась целой, пока нейросеть не взглянула на корабль снизу Так стала видна жуткая полукилометровая дыра в сферической обшивке «Ого», — сказал Клаус По окружности дыры сфера раскрывалась, как бутон цветка, лепестками-обломками наружу «Тут, похоже, что-то прорвало корабль изнутри», — сказал я Некоторое время мы молчали за выраженные картинами, которые представлялись нашему воображению В черноте безвоздушного пространства давняя трагедия казалась не такой уж и давней «Как бы то ни было, я рад, что с того момента прошло 70 тысяч лет», — наконец произнес Пикфорд «А мне все равно не по себе», — поежившись, сказала Эбби Я подвинулся к ней на кресле и поймал ее пальцы «Это уже прошлое», — сказал я «Может, ну его?» — посмотрела на меня Эбби Я улыбнулся «Тогда все лавры достанутся бюро» «И немаленькая премия», — поддержал меня Клаус «Во всяком случае, ребятам из бюро добираться до корабля как минимум год, это если с Пироля», — сказал я «А если с базы на Струве, то, пожалуй, и в два года не уложится «Мы можем здорово облегчить им работу» «Зонд тем временем зашел на последний виток» «Включился масс-спектрометр» «Внизу экрана поползли строчки органических и неорганических элементов» «Чужак состоял из телура, свинца, молибдена и вереницы неизвестных соединений» «Органических элементов спектрометр не обнаружил» «Просветить сможем?» — спросил я Клауса Тот пожал плечами «Попробуем, но лучше подвести зонд поближе» «Хорошо, снисься вдвое» «Все равно результат будет так себе» «Ты что, хочешь подвести его впритык?» «Километров на двести» Я бросил взгляд на Пикфорда Который заранее, не одобряя мое решение, качнул головой «Давай», — разрешил я «Принято» Клаус повел зонд к чужаку «Ты только осторожно», — сказал ему Пикфорд Я видел, как он напряженно стискивает подлокотники Словно ожидая залпа, который разнесет на атомы Не только осмелившийся приблизиться зонд, но и Мерик Меня так и подмывало крикнуть ему на ухо «Семьдесят тысяч лет, Роберт!» Чужак раздался в стороны Гроздья сфер подросли в размерах Подсвеченный зондом корабль стал виден в деталях без симуляции нейросети Я заметил, что большая часть виноградин опоясана треугольными выемками, будто иллюминаторами Впрочем, возможно, что это был все тот же узор Или особенности технологии «Включаю!» — сказал Клаус Я услышал выдох Эбби На лице у Пикфорда застыло выражение, словно его сейчас будут пытать Нейросеть визуализировала работу рентгеновского и гамма-излучателей в широкую световую полосу Медленно ползущую по обшивке чужака Ни проемов, ни внутренних полостей, ни реакции Только стыки шестиугольных плит, из которых оказались сложены сферы, слегка засветились зеленым «Похоже, экранировано!» — сказал Клаус «Подведи к месту повреждения!» — сказал я «Сейчас!» Эбби встала из кресла «Вы как хотите? А у меня ощущение, будто мы заглядываем в гробницу» «Так и есть!» — сказал я «Хорошо не в задницу!» — мрачно пошутил Клаус «Я протестирую хелперов, если вдруг!» — сказала Эбби «Не скучайте без меня!» «Эбби, я с тобой!» — поднялся Пикфорд Мне пришлось повернуть голову от экрана «Роберт, я за тобой слежу!» Пикфорд отсалютовал мне недопитой тубой и исчез в коридоре вслед за Эбби Я не то чтобы ревновал, но и легкомысленно относиться к тому, что Роберт ищет уединения с моей женой, не мог Нет, Эбби, конечно, в этом смысле кремень Здесь я был спокоен Только Пикфорда могло и переклинить А конфликта на этой почве мне бы хотелось избежать Так что на всякий случай я подключился к камерам трюма Через несколько мгновений крохотная Эбби прошла мимо стеллажей к капсулам с хелперами Крохотный Пикфорд прокатил диагност Они принялись распаковывать киберов «Зонт на месте!» — сказал Клаус «Что ж...» — выпрямился в кресле я «Давай посмотрим, что у этой древности внутри» Мешанина обломков не смогла скрыть от сканера внутреннюю ячеистую структуру чужака Строение его было похоже на серо-желтые соты И где-то десятая часть этих сот была полой Формируя, видимо, внутренние палубы и переходы Остальные же ячейки отделялись друг от друга шестиугольными плитами-переборками Нейросеть Мерика не нашла ни намека на обитателей корабля Обломки были идентифицированы как элементы внутренней и внешней оболочки Некоторым объектам и участкам сот нейросеть присвоила обозначение Предположительно, механизм, назначение неизвестно Тонкие линии каналов, прочерченные в сотах, уходили вглубь корабля В информационной базе совпадений по чужаку не было Единственное, у цивилизации Хонга-О имелся транспорт, где четыре сферических танка соединялись переходами А гондола с двигателями и капсулой пилота подвешивалась снизу Но на корабль, который мы наблюдали, он не походил ни разу Тем более, что Хонга-О вымерли в другом рукаве галактики «Давай-ка туда, малыша!» — сказал я, кивнув на просвет в сотах «Уверен?» — спросил Клаус «Мы тихонько, пока никто не видит» «Понял?» Клаус дал команду Нейросеть начертила на экране траекторию движения Серый выхлоп на две трети секунды затянул изображение рябью Малыш отделился от зонда и, помигивая ионными двигателями, проложил себе путь сквозь обломки «Знаешь?» — сказал Клаус «Однажды я наблюдал, как у причальных стоек столкнулись рудовоз и малый шлюп Какой-то сбой в управлении у рудовоза Там касание-то было символическое А шлюп в гармошку В общем, обломки и трупы Семь человек Но четверо спаслись То есть тебе тоже не по себе? Да нет, просто чем-то напомнило Здесь вообще непонятно, что случилось Скорости добавь Принято Малыш проник в границы сферы Клаус попереключал режимы изображения Инфракрасное, хроматическое, обычное Шестиугольники сот становились то зеленовато-синими, то черными То принимали уже привычный моим глазам серо-желтый цвет Узоры, узоры, узоры «Куда?» — спросил Клаус «В один из коридоров», — сказал я «В любой?» «В левой вверху» «Идем в левой сверху» Клаус подвел малыша к открытой соте Свет от прожекторов зонда расползался по сфере идеально круглыми пятнами «Мальчики!» — сказала Эбби, подключившись к общему каналу связи «Вы что там делаете?» «Ты разве не видишь?» — спросил я «Как раз вижу! Вы уже и нашего мини-мальчика, я смотрю, запустили» Голос у Эбби был недовольный «Милая!» — сказал я «Это исследовательский зонд, его ничем не перешибешь Клянусь, мы только посмотрим» Эбби фыркнула «Здесь у меня полно арматуры, которой можно перешибить любой зуд Захватить, милый?» «Не стоит, по-моему, ты путаешь зуд и хребет» «Перебей одно, пропадет и другое!» — прокомментировал Пикфорд Я проигнорировал его реплику «Что там с хелперами?» — спросил я «Три в порядке, один вообще не включился» — ответила Эбби В крохотном изображении я видел, как Пикфорд подвешивает сломавшегося многорукого хелпера на магнитных стропах «Думаю, трех нам хватит», — сказал я «Выпускай их потихоньку» «Ты только должен пообещать мне» Я вздохнул «Эбби, если киберы справятся, я в эту дуру не полезу Даю тебе слово Ты же это хотела попросить?» «Да» «Если киберы справятся, я весь твой» Пиктограммка, вглядывающаяся в меня Эбби, возникла на экране «Слово?» «Да» «Все, я в одной из сот», — подал голос Клаус «Ага» Я переключился на изображение с малыша Пиктограммка Эбби погасла «Что у нас?» «Пока ничего» Малыш висел в темноте, частично рассеянной лучами его фонарей Стена слева, стена справа В пустоте потревоженная золотилась пыль Бежали во мрак узоры, тянулись каналы и канальцы Впереди белел крупный обломок «Давай дальше», — сказал я Коридор плавно поворачивал, становясь из шестиугольного овальным Стены соты словно оплывали, теряли контуры Потолок оделся в странную искристую зеленоватую шубу Возможно, какая-то жидкость испарилась таким образом при аварии Мимо малыша проплыла темная изогнутая деталь Таймер Меррика отсчитывал время Бежала строка с показателями Заряд батарей, расстояние от малыша до зонда, метры, пройденные внутри соты Попутно нейросеть рисовала схему сферы «70 тысяч лет», — подумал я «Космос — прекрасный консервант» Казалось, что корабль покинут не далее, как вчера И в спешке забытые предметы, в отсутствии гравитации, поднятые со своих мест, ожидают хозяев Но это, конечно, было иллюзией Даже если представить, что кто-то мог успеть забраться в аналог криогенной ванны или в спасательную капсулу То за 70 тысяч лет автоматика давно бы сдохла и разрядилась Убив того, кто ей воспользовался в желании спастись Вряд ли какая-то техника выдержала бы такой срок Впереди малыша проявился косой полукруг створки Створка была сомкнута не до конца, оставляя пространство в несколько метров для продвижения дальше В пустоте, разделенной на свет и тьму, виднелось широкое помещение Святыми, кривыми, серыми колоннами, растущими из потолка «Опа!» — сказал Клаус Изображение с малыша пропало, едва он проник в помещение «Что случилось?» — спросил я «Не знаю», — напряженно сказал Клаус «Сигнала на управлении нет, картинки нет Похоже, что-то глушит» «70 тысяч» «Я в курсе, соты вон тоже экранированы сами по себе и ничего» «Автовозврат к начальной точке?» В течение минуты Мы вглядывались в темный экран, пока не сомкнутая створка, как ни в чем не бывало, вновь не появилась в объективах «Ребята, что там у вас?» — спросила Эбби «Экранированное помещение», — сказал я «Ясно, хелперы стартовали, мы возвращаемся в рубку» «Хорошо» «Какое-то время я размышлял — послушаться Эбби и оставить корабль-бюро или натянуть гермосьют и слетать самому» «Интересный зальчик-то» «Ну что?» — спросил меня Клаус «Я пробую по второму разу» «Подождем хелперов, а малыша я сам поведу» «Как скажешь» Клаус поднялся с кресла и прошелся по рубке, разминая шею Когда вошла Эбби, он как раз хотел что-то мне сказать, но осекся «Так, что здесь у нас?» Эбби села в свое кресло, подарив мне рассерженный взгляд Вокруг нее взвихрились пиктограммки, передавая ее состояние в пространство «Пикфорд ей, что ли, что-то сказал под руку обо мне?» «Эбби», — сказал я «Я еще здесь» «Нет, ты уже там», — показала глазами на экран Эбби «Душой, сердцем и головой, я тебя знаю» На экране упиралось в створку соты расфокусированное световое пятно от малыша «Ну не телом же», — сказал я «И до этого дойдет» Я подумал «Значит, гермосьют» «Мы, кажется, только что об этом говорили «Я пойду, если хелперы окажутся бесполезны» «Максим», — резко повернулась Эбби «Ты в своем уме?» «А что?» — удивился я «Я уже тысячу раз так делал» «Это не законсервированный питон и не двухсотлетний звездный парусник Афагаров «Это совсем чужой корабль» «Которому семьдесят тысяч лет», — сказал я «Эбби посмотрела на меня так, будто я сморозил какую-то великую глупость» «На самом деле, Макс?» — взял слово Клаус «Я тоже хотел сказать тебе, что все же было бы лучше оставить чужака бюро «Наплевать даже на премию» «Какой-то он... не тот» «Я не могу тебе сказать определенно» «И я тоже против» Я обернулся Пикфорд, высказавшись, скрестил на груди руки Солидаризировались Выработали общую позицию «Тебя кто-то спрашивает?» «Ты», — ответил Пикфорд «Тебе всегда интересно чужое мнение» «Сарказм?» «Он самый» Пикфорд самодовольно улыбнулся «Решать все равно мне, Роберт», — сказал я «Вообще мы зря все это обсуждаем Пусть хелперы поработают, там посмотрим» «Да, пусть!» — с вызовом сказала Эбби Киберы как раз миновали зонт И под управлением нейросети Медленно приближались к поврежденной сфере Фонари светили им в широкие спины Заставляя скользить по обломкам и сотам Многорукие изломанные черные тени «Все это напоминает мне древний фильм ужасов» Сказал, усаживаясь Пикфорд «Наслаждайся!» — предложил ему я Неожиданно поймав себя на мысли Что в ком-креслах мы действительно Походим на старинных зрителей Собиравшихся в особых помещениях Для просмотра чужих фантазий Вообще, конечно, странный способ Стресс-терапии был у предков Если я правильно интерпретировал это занятие Хелперы тем временем поднялись к соте Где Клаус оставил малыша Один за другим они пропали Из поля зрения зонда Но нейросеть Мэрика тут же переключила Нас на камеры самих киберов Титан-теклитовые ребята Повисли напротив створки В помещение с колоннами Ожидая команды «Сеть просит подтверждения!» — сказала Эбби «Так, я первый!» — объявил я Выбирая пиктограммку «Хелперы идут за мной!» В следующий момент сознание мое раздвоилось Я остался сидеть в рубке Но одновременно переместился на миллион километров Оказавшись внутри малыша Вернее, стал самим малышом Несколько мгновений мне потребовалось Чтобы оглядеться и вспомнить навыки управления Право, лево, вперед Отклик приемлемый Все системы в норме Я крутанулся на 360 градусов Бок ближнего хелпера проскочил белым пятном «Максим!» «Ох уж это Эбби!» «Все в порядке, проверка!» — сказал я «Не отставайте, ребята!» Управляемый мною малыш юркнул в проем На ребре створки промелькнул узор Зал распахнулся, свет фонаря ударил в ближние колонны Застыл на гладких стенах Мимо тут же протиснулись первый, второй, третий хелперы Принялись деловито рассредотачиваться Конечности их лениво отталкивали летающий в невесомости мусор Потолок, как я заметил, был бугрист Колонны истончались к низу Концы у некоторых загибались в хобот, не доставая до потолка Другие походили на мышечные связки, скрученные усилием Представления о том, чтобы сделать их ровными и единообразными Создатели корабля, похоже, не имели Свет в глубине помещения сваливался в зеленую часть спектра Что-то его там преломляло А что? Затаив дыхание и стараясь держаться кибера, решившего пересечь зал по прямой Я двинул малыша вперед «Кажется, первоначальный сбой изображения был именно сбоем» — сказал я И, видимо, зря, потому что меня тут же выкинуло из малыша обратно в кресло Все его двенадцать объективов ослепли Выходы с камер-хелперов тоже перестали давать что-то, кроме черноты «Макс, ты в порядке?» — спросила Эбби «Да», — сказал я, пытаясь нырнуть в аппарат обратно Пиктограмма никак не хотела активироваться Нейросеть пищала и гукала под черепом «Управление?» — нет управления «Значит, автовозврат» «Да, и опять мы встанем перед створкой, тебя это устраивает?» «Да, Макс», — сказала Эбби мягко «Меня это устраивает Надо поставить на чужака маячок для бюро И отправиться по своим делам Я уже наметила маршрут Семьдесят тысяч лет или не семьдесят, а корабль может быть опасен» «Я, кстати, согласен», — сказал Пикфорд «Ты-то!» — махнул на него рукой я С минуты мы молчали, пока изображение на экране Наконец не протаяло в полукруг створки Все, пиктограмма опять привела малыша в начальную точку «Не понял?» — вдруг произнес Клаус «Что ты не понял?» — раздраженно спросил я «Хелперы не возвращаются» «Что? Почему?» — привстала Эбби «Вообще нет отклика» Три окошка в правой стороне экрана На которые выводилось изображение с камер киберов Оставались черны Их точки на схематической карте сферы погасли Как Эбби, Роберт и Клаус Я тут же окружил себя пиктограммами Пытаясь выяснить у Мэрика, что случилось Мейросеть, кажется, и сама не понимала Связи с хелперами не было «Все, ребята!» — сказала Эбби «Давайте на этом остановимся, честно» Вид у нее был умоляющий «И бросим киберов?» — спросил я «Да» «Чего ты боишься?» — взорвался я «Как будто у нас не было таких ситуаций Да сплошь и рядом На том же тобой любимом питоне Сколько оставалось до включения системы уничтожения?» «Две минуты сорок семь секунд» — подсказал Клаус «Пожалуйста!» — показал я на него, как на свидетеля «А на Саранской гапе нас заблокировало в трюме?» «И что?» «А на орбитальной станции Процеи-9 на кого наводились боевые берки Альянса?» «Может, на кого-то другого?» «Скажи!» «На кого-то другого!» «Поэтому я и прошу остановиться!» — крикнула Эбби Я посмотрел на нее «Думаешь, нам слишком везет?» Эбби кивнула «Да, Максим И этот корабль, он словно...» Я встал из кресла и подошел к ней Присел на корточке «Эбби», — сказал я, погладив ее щеку «Я слетаю туда и верну киберов Тебе нечем волноваться «Макс!» Эбби поймала мою руку и замотала головой «Нет, нет, нет, пожалуйста!» «Почему?» — улыбнулся я «Потому что я могу тебя потерять!» Сдавленно ответила Эбби Я поцеловал ее «Однажды мы все умрем» И направился из рубки к панели с гермосьютами Прежде чем створки закрылись за моей спиной Я услышал, как Пикфорд в сердцах произносит Чертов адреналиновый наркоман Смешно Я подумал, что если со мной что-нибудь случится Эбби будет кому утешить Роберт уж никуда не денется Панель с гермосьютами расположилась у ангара В сложенном состоянии гермосьюты представляли из себя Теклитовые кубы с сенсорной крапиной на грани Мой был красно-белый Я активировал гермосьют пальцем И тот треснул, беззвучно взорвался И повис в воздухе серебристым роем мелких мошек Через мгновение мошки нашли цель и устремились ко мне Они облепили меня с ног до головы Обжимая, покусывая, прокладывая энерготрассы И образовывая силовой каркас С раскинутыми в стороны руками я по очереди приподнял правую и левую ногу Давая гермосьюту сформировать обувь Рот и нос закрыла жесткая полумаска Стебельки фильтров полезли в ноздри и горло Сверкнули блистерные вставки Пиктограмма активирована от нейросети Мерика Помигала в голове и погасла На миг в мою голову прорвался обрывок разговора в рубке «Мы могли бы втроем связать его», — сказал Клаус «А потом?» «Отвести его на стру?» Я повел плечами Наивные люди, несколько секунд Гермосьют тестировал режимы Включал и выключал фонари Проверял каналы связи и работы усилителей мышц Потом у панели появился пикфорд «Я буду тебя страховать», — сказал он с таким лицом «Будто страховать меня — это последнее, что он хотел делать» «Серьезно?» — спросил я Эбби бы пожалел «А ты на что?» «Ох, дурак», — сказал Пикфорд Он активировал свой гермосьют и через минуту встал передо мной серебристо-зеленый с красным блистером на груди «Я на корабль не пойду», — сказал он «Я останусь в катере» Я хлопнул его по плечу «Этого достаточно, Роберт» По пути к ангару пиктограмма Эбби спроецировалась на внутреннюю поверхность моего визора «Максим?» «Да, милая», — ответил я «Ты все же идешь? Хелперам нужна помощь» Эбби фыркнула «Ты готов выручать даже тектолитовые болванки?» «Не совсем», — сказал я, переходя в тамбур «На самом деле я хочу поздороваться с древним чудовищем» Пикфорд вошел за мной в отсек Нейросеть тяжелой створкой отделила нас от корабля И распахнула широкую пасть ангара «Ты не передумаешь?» — спросила меня Эбби «Милая, ты не понимаешь, какое это чудо? Представь, семидесятитысячный левиафан! Может, у нас не получится больше встретиться?» По ребристым плитам мы с Пикфордом двинулись к причальному рукаву Который соединял ангар с катером, вывешенным за обшивку Мерика Два малых спасательных аппарата стояли тут же, корма к корме «Знаешь», — сказала Эбби «Мы с Клаусом всерьез обсуждали, получится ли тебя связать» «Я слышал», — сказал я «Ты невыносим», — нервно произнесла Эбби «И я тебя люблю», — дурак Пиктограмма Эбби погасла Пикфорд запросил текущее состояние хелперов Клаус ответил, что связи нет, движения нет, картинки нет Через шлюз мы перешли на катер, откинувший перед нами люк С легким шипением стравились остатки атмосферы Пикфорд сел пилотом Нейросеть запустила короткий отсчет, по окончании которого разомкнула магнитные захваты И пожелала нам счастливого пути «Мне показалось, будто отображенный на бортовых экранах Мэрик рухнул куда-то вниз, в бездну, полную жидкого черного кофе» «Но на самом деле это Пикфорд резко увел катер вверх» «Миллион километров мы отмахали за восемь минут» «Перегрузки, ускорение и торможение в гермосьюте были едва заметны» Эбби обиженно молчала Клаус лез советами при малейшей опасности возвращаться на катер «Но не может же быть, чтобы у меня совсем отсутствовало чувство самосохранения» Я, улыбаясь, думал о чужаке Как он перестанет быть чужаком для меня Как я хлопну его по стенке соты Как проведу ладонью по треугольному узору Как вступлю в зал И, может быть, дерну одну из колонн за хобот Ничего-то мой экипаж не понимал Ни Клаус, ни Роберт, ни Эбби «А малыш еще жив?» Спросил я «Да», — ответил Клаус «Зафиксирую его в проеме, когда я пройду Не сразу же его вырубят Сможете на меня поглазеть» В обзорный экран заползла одна из сфер Пикфорд поднырнул под нее Над колпаком катера проскочили Серебрясь отраженным светом плети паутины Мы прошли над толстой основной ветвью И поднялись к подмигивающей капле зонда Обезображенная вмятинами виноградина Гигантским глазом повисла прямо перед катером Тени, застывшие на изломанных сотах Казались складками сморщенного века «Все», — сказал Пикфорд «Мы на месте» «Ребята, у вас все хорошо?» — спросила Эбби «Разумеется», — сказал я Эбби шумно выдохнула «Я не с тобой разговариваю Роберт, как вы там?» Пикфорд посмотрел на меня «Все в порядке, Эбби», — сказал он «Твой муж готов выпрыгнуть из катера едва только разрешит нейросеть» «Дай ему по голове», — сказала Эбби «Скорее он даст мне по голове», — сказал Пикфорд Я показал ему большой палец Люк на катере ушел в сторону Нейросеть наметила траекторию движения Пунктир вел вверх Я встал на приступке Задрал голову Сфера чужака смотрела на меня Зонт казался пылинкой, повисшей в зените «Ребята, я пошел!» — сказал я «Попробуй только не вернуться!» — крикнула Эбби «Вернусь!» Я оттолкнулся от катера Микродвигатели дали импульс Космос принял меня Раскинул темные рукава Бесшумно заскользил рядом На визоре отобразилось лицо Клауса «Веду тебя!» — сообщил он Сфера выросла в размерах Мятый бок, обломки, резкие тени Трещина взламывала шестиугольные плиты обшивки Я потерялся на ее фоне Новый импульс подбросил меня в разлом К сотам Я раскинул руки, отдав управление гермосьютом на откуп нейросети Мои черные силуэты ускользали от света с катера из зонда «Почти на месте!» — сказал я, когда открытая сота повисла передо мной «Вижу!» — отозвался Клаус «Мы видим!» — сказала Эбби «Ребята, вы не представляете, как это великолепно!» — сказал я «С минуту я висел, пытаясь вобрать красоту чужака» «Удивительный корабль! Странный! Невозможный!» «Кто был его хозяевами? Инсектоиды? Какие-нибудь люди-пчелы? Или это был автомат?» «Я спланировал, включил гравиторы и пошел в глубину соты пешком Пыль, мелкие обломки бились, а забрало и живот, отлетали, кружились Узор вился по стенам, забираясь под потолок прерывистой спиралью Треугольники, дуги, точки Канальцы на уровне моего роста и выше, ветвясь и вновь соединяясь, сопровождали меня на пути Остановившись, я посветил наверх Зеленоватая шуба игольчатыми искристыми наплывами растекалась на высоте пяти метров Что-то, похоже, действительно вытекло Отколоть бы один кусочек? Или же это мертвый жидкий абориген? «Эй, меня слышно?» — спросил я «Да», — сказал Клаус «Замечательно!» — сказал я, шагая «Вижу нашего малыша!» Дрон застыл у полукруглой створки Подпрыгнув, я хлопнул его по обтекателю И дождался, пока Клаус или Эбби отведет его за мою спину Круглые объективы малыша, казалось, смотрели на меня с легкой обидой «Ну, я к хелперам!» — махнул рукой я Пиктограмма Эбби возникла на визоре «Максим, будь осторожен, я тебя прошу» «Эбби, это все нервы!» — сказал я «Тебе кажется, что все безопасно!» «Прости, не могу говорить!» Я прервал связь и сделал шаг Легко коснулся ребристой поверхности створки Потер один из треугольников на удачу перчаткой гермосьюта «Ну, привет, привет, чудовище!» Свет от нагрудного и налобного фонарей проник в зал с колоннами Первого хелпера я увидел сразу же Он уткнулся в ближнюю ко мне боковую стену И вяло бился в нее грудью «Вот же тупица!» Манипуляторами кибер водил вдоль тела Словно ощупывал какие-то невидимые границы «Клаус, видишь?» — спросил я «Вижу, но боюсь выползти за створку» «Тогда подвинься, я тебе сейчас этого хелпера пошлю» «Роберт, сможешь его принять на управление?» «Если он из глухой зоны выйдет, то смогу» — отозвался Пикфорд «И отведи его к Мерику, Эбби, примешь?» «Приму», — сказала Эбби Я сделал несколько шагов, держась боковой стены Кривые тени от колонн поворачивались, словно стремились в темноте спрятать от меня что-то важное «Ну, многое такое думается на чужом корабле» «Вроде мертвый-мертвый, а ну как живой» «Это здорово заводит» Хелпер изначально вяло сопротивлялся, желая без остановки колотиться о соту Но я поймал его за один из манипуляторов и подтянул к себе Через секунду или две кибер ожил, мигнул огнями, наставил на меня камеры «Так, взял управление, вывожу» — сказал Пикфорд Я отступил в сторону, и хелпер, виновато опустив конечности, поплыл к створке Не справился титан-теклитовый парень «Меня видно?» — спросил я «Видно, но с помехами» — ответила Эбби «Чуть двинешь малыша вперед, так сразу рябь» «Ясно, иду за следующим» — сказал я, замечая второго хелпера, помаргивающего фонарем у дальней боковины «Третий, понятно, находился где-то за колоннами, но до него мне еще предстояло добраться Там и отцвет зеленый, очень-очень интересно, может та же замерзшая жидкость подсвечивается» «Пока все в порядке» — сказал я, желая поддразнить Эбби «Пре-эс-ш» — ответила Эбби «Чего?» — с коротким вздохом связь в гермосьюте умерла Пиктограммы нейросети мигнули и пропали с визора «Чудесно» — сказал я уже самому себе «Было ли мне страшно?» — ничуть «Максим! Максим!» — женский голос пробивался сквозь помехи, он был на грани истерики «Ответь, пожалуйста, Макс! Ты живой? Жив? Максим, пожалуйста, отзовись ради бога!» Другой голос был раздражен «Я туда не полезу!» — доносился до меня он «Если Макс придурок, то я себя таковым не считаю» Я открыл глаза и обнаружил, что вешу вниз головой в компании хелпера Гравиторы, похоже, отказали, и я ударился то ли об него, то ли о стену «Кто там кричит?» Хрипло произнес я Горло, губы казались чужими «Макс!» — обрадовала Себи «Макс!» — она рассмеялась «А Роберт тебя уже похоронил? Ты в порядке?» «В полном!» — сказал я, запуская диагностику гермосьюта «Ты не отзывался около десяти минут?» — сказал Клаус «Не знаю, не следил. Меня, кажется, слегка приложило тут обо что-то. Присоски отказали» «Замечательно!» — проворчал Пикфорд «А меня тут слезно упрашивали сгинуть вместе с тобой. Хорошо приложило?» Я пошевелил руками и ногами «Нет, просто отключился на несколько секунд» «Это радует» «Макс! Ты возвращаешься!» — потребовала Эбби «Ты понял? Мы готовим для тебя медицинский бокс» Я вздохнул «А киберы?» Эбби объяснила мне, куда я могу засунуть киберов Одного за другим всех скопом, разобранных по запчастям «Ладно», — сказал я, фыркнув «Третьего не трогаю, со вторым возвращаюсь сейчас. Устраивает?» «Да!» «Меня видно?» «Нет», — сказал Клаус «Ряпи-мошки! Вообще чудо, что прорезался аудиоканал!» «Ладно, двигаюсь к выходу!» С гравиторами я решил не экспериментировать И, прихватив хелпера за конечность, как на буксир на микродвигателях полетел в сторону створки Колонны изгибались и прощально качали тенями Дрон встречал меня в проеме «Макс, я тебя вижу!» — закричала Эбби «Вижу! Макс, ты живой!» Зашевелился и хелпер, которого я тянул за манипулятор Видимо, блокировка его программной оболочки работала только ближе к центру зала «Принимайте!» Я вытащил кибера. Поиграв огнями, хелпер направился в излом сферы, чтобы покинуть ее навсегда Странно «Макс!» «Что?» — спросил я «Ты опять отключился?» — сказал Клаус «Ничего подобного!» «Выходи уже, Пикфорд ждет!» «Малыша, может, оставим работать маяком для бюро?» «Да, оставим!» — нетерпеливо сказал Пикфорд «Выбирайся оттуда, мы и так все на нервах!» «Принято!» Я похлопал по соте ладонью, подмигнул дрону, уставившему на меня один из объективов И позволил нейросети провести меня к катеру Мерцали тени, вспыхивали под светом обломки Я летел, ощущая странное одиночество Будто ни Эбби, ни Клаус, ни Роберт ничего не значат Космос за сферой принял меня в объятья Катер приблизился, повернулся рифленым боком Впереди, в черноте, мерцал хелпер, торопящийся к Мерику Я помедлил перед люком, выискивая искорку зонда Ага, вон она, красная звездочка Зонд тоже стремился от чужака подальше «Макс!» — позвал Пикфорд Я бросил последний взгляд на 70 тысяч лет, влипший в безвоздушное пространство, как в патоку Как в деготь «Макс!» Пикфорд выключил фонари, и чужой корабль пропал во тьме Я вздохнул и открыл люк Катер показался мне угловатым и тесным, нелепым, неправильно скомпонованным «Максим!» — возникла на визоре пиктограмма Эбби «Максим, ты в порядке?» «Да!» — ответил я «Первый хелпер вернулся» «Я рад за хелпера» «Все, летите уже на Мерик!» — сказала Эбби «Конечно!» — ответил я «Роберт тормозит» «Я не торможу!» — отозвался Пикфорд «Я разворачиваюсь» В обзорных экранах катера качнулись, уплыли влево редкие капли звезд Полыхнул синим боковой привод «Ждем вас, ребята!» — сказала Эбби Я сел в кресло «Да, да!» — кивнул я, разглядывая рельефный рисунок на перчатке гермосьюта Под поверхностным слоем теклита, если напрячь зрение, можно было разобрать узелки синтетических мышц и золотистый блеск энерговодов Ячейки, что интересно, были шестиугольными «Макс!» — голос Эбби был напряжен «Да! Ты выходишь?» «Мы уже прилетели?» — удивился я «Вы прилетели пять минут назад!» «Извини, я задумался!» «Ты говоришь это второй раз подряд!» Я повернул голову «А где Роберт?» «Он уже вышел!» — сказала Эбби Я встал Что же он не сказал мне? «Господи, Макс, он говорил!» «Я говорил!» — подтвердил Пикфорд «Странно» «Что?» — спросила Эбби «Я готов поклясться, что ничего не слышал», — сказал я «Ты срочно ляжешь в бокс!» «Да пожалуйста!» Я вышел из катера В шлюзе нейросеть обработала меня и выпустила в ангар где Эбби и Клаус уже ждали с передвижным столом на колесиках «Что? Сразу ложиться?» — спросил я Эбби посмотрела на меня так, что я предпочел с ней не спорить «Что ж, в бокс так в бокс» Я лег, ремни мягко зафиксировали меня на ложе «Поехали!» — сказал я «Поехали!» Эбби хлопнула меня по животу «Эй, эй, я в норме!» Из-за тихоходности стола мы добирались до бокса больше минуты Мне хотелось слезть и пойти своим ходом Все было бы быстрее «Макс!» — склонилась надо мной Эбби «Да?» — сказал я «Что с тобой?» «Ничего» «Ты смотришь словно сквозь меня» «Испугалась?» «Да» Улыбка у Эбби вышла жалкой Я пожал плечами «Вы бы хоть гермосьют с меня сняли» «Ты, главное, лежи» — сказал Клаус Мы, наконец, въехали в бокс Вспыхнуло освещение Стол подкатил к люльке медивака Отщелкнулись ремни «Перебирайся» — сказала Эбби «Ты действительно считаешь, что со мной что-то не так?» Спросил я, задержав ее руку своей Эбби мягко высвободилась Мы проверим Я просто на мгновение выключился Я спустил ноги со стола Здесь нет ничего из ряда вон Не один раз выключался Уточнил Клаус А сколько? Три, как минимум Я посмотрел на Эбби Эбби кивнула Мерик увидел три лакуны в сознании «Идите вы!» «Все, снимай гермосьют и в люльку» — сказал Клаус «Я включу тебе комплексную диагностику» «Пожалуйста» Я подлез пальцем под ребро Вдавил чуть выпуклый значок деактивации Гермосьют облез с меня, стек, собираясь в куб Я подпрыгнул, стряхивая остатки «Ложись!» — повторил Клаус Он был непривычно угрюм «Странные вы!» — сказал я и забрался в люльку Медивак тут же навис Накрыл обводы капсулы выдвижным суппортом Едва ли не прижался ко мне множеством сканирующих головок Что-то кольнуло сначала в руку, потом бедро Спине и затылку стало мокро В прозрачное окошко участливо заглянула Эбби «Как ты там?» — я повернул голову «Ерундой маетесь, кораблю 70 тысяч лет!» «Может, ты чем-то заразился там?» «Чем? В гермосьюте? Мэрик бы меня через шлюз не пустил» «Считай, что мы решили перестраховаться» — сказал Клаус, настраивая выносную панель «Диагностика будет длиться около двух часов, можешь поспать» «Большое спасибо!» «Макс!» — голос Эбби вывел меня из прострации «Да, я тебя слушаю» — сказал я В голове, правда, не появилась знакомой пиктограммы И нейросеть Мэрика вела себя непривычно тихо «Ты где?» — спросила Эбби «Я?» — я огляделся Из люльки я, оказывается, выполз И сейчас сидел на мягкой скамье Рядом с выдвижным столиком и саркофагом химлаборатории Свет был приглушен По обводам оборудования, стоило качнуться, скользили муаровые разводы «В медицинском боксе?» — сказал я почему-то шепотом «Запрись!» — выдохнула Эбби «Почему?» «Кажется, один из хелперов сошел с ума» «Тот, который был со мной на корабле?» «Да, он ходит по Мэрику» Я нахмурился «А что, Клаус, Роберт?» «Клаус заперся в жилой секции», — ответила Эбби «А Роберт не отвечает Хелпер что-то сделал с нейросетью Она теперь едва функционирует Не распознает команды Возможно, он внес в нее вирус Эбби Эбби — это бред Я закрылась в рубке» Голосу Эбби сорвался «Макс, я не могу ничем управлять Мэрик не слушается меня Я иду к тебе Решительно сказал я «Нет, ма...» Связь пропала Я поискал, чем бы вооружиться Пикфорд, к сожалению, унес гермосьют В нем я был бы сам себе оружие Но, впрочем, где наше не пропадало? Через несколько минут я разжился скальпелем и лазерным резаком Не убью, так, возможно, напугаю И уж точно пожгу кое-кому объективы «Макс! Макс!» Эбби хрипела, словно звала меня уже полчаса «Да, милая», — ответил я Вокруг было темно «Макс! Господи, Макс, ты жив?» Эбби засмеялась у меня под черепом «Да, я жив», — сказал я «Макс, родненький, что с тобой? Ты где?» — спросила Эбби «Не знаю» Я сделал шаг назад Уткнулся во что-то, что с шелестом поехало в сторону Оказалось, створка Оказалось, я стоял в темном санитарном закутке Зачем? Почему? Развернувшись, я увидел тесную жилую секцию, в которой все было перевернуто вверх дном Постель, предметы, одежда нашли себе прибежище на полу Выезжающий из стены столик был погнут и наполовину выкорчеван из направляющих Поблескивали мемо диски Обивка то там, то здесь была вскрыта чем-то острым Я шагнул вперед и за одеялом, заповаленной тумбой, обнаружил Клауса Клаус был мертв Затылок его был разможжен В осколках костей и пучках волос розовел мозг На светлый пол натекла чертова прорва крови Смотрящий на меня глаз Клауса был вытрощен На лице застыл оскал Эбби Позвал я Да, Макс, слушаю Клаус мертв Боже Эбби всхлипнула Похоже, хелпер добрался до него Сказал я А ты? Я осмотрел себя Левый рукав моего флиппера намок кровью Повредил руку, сказал я А хелпер где? Не знаю Ответил я Я спрятался от него в туалете Но сейчас его там нет? Нет Макс, пожалуйста, будь осторон... Голос Эбби потух По внутренней стороне моих век скользнула тень В двигательном было тихо Я смотрел на Пикфорда, висящего в петле из толстых цветных проводов Я думал, не сам же он так Шея Пикфорда казалась неестественно длинной Словно тот, кто подвесил его под самым потолком на фоне цилиндров магнитных конфигураторов Долго висел на нем, пытаясь оттянуть тело вниз Лицо Пикфорда все еще хранило следы чудовищного напряжения Разве хелпер мог сотворить такое? Тогда кто? Не Эбби же? Или это Роберт убил Клауса? Нет Клаус убил Роберта, а потом... Эбби! Позвал я Эбби! Эбби долго не отвечала Я ловил шорохи случайных помех, какие-то скулящие звуки, повизгивания механизмов, но не слышал жены Эбби! Ноги понесли меня прочь от двигательного В длинном соединительном туннеле мерцал свет И с каждым шагом я словно проваливался во тьму и прорастал из нее Свет, тьма, свет, тьма Эбби! Заткнись! Вдруг грянуло в моей голове Я остановился Эбби? Это ты! Ты! Крикнула Эбби Что я? Спросил я Эбби зарыдала Это все ты! Я нахмурился, разглядывая в своих руках тяжелый плазменный резак Ты можешь сказать яснее? Я? Несколько секунд Эбби всхлипывала, утирала сопли, чем-то стучала и шептала какую-то неразборчивую Дребедень, потом ясно произнесла Я добралась до записи нейросети Вскрыла, выковырила Это все ты! Я? Удивился я И Клауса, и Роберта Это ты, Макс, слышишь? Я моргнул Тень пронеслась во мне, оставив на сетчатке зеленоватый сполох Эбби Сказал я Я иду к тебе Нет! Странно наблюдать, как твои руки уверенно полосуют закрытые створки струей из лазерного резака Как шелушится и вспучивается лепестками полисталь У меня даже было время удивиться, я ли это делаю? Потом тьма, свет, холодок тени где-то внутри меня Что это? Обморок? Нет ответа Я? Это я Два послушных хелпера отгибали тонкие листы Один уже потерял манипулятор Второй действовал все медленней Никакого от них проку Макс! Закричала Эбби Голос ее был полон ужаса Макс! Остановись! Тень съежилась в моей голове Да, Эбби Сказал я Очнись Очнись, пожалуйста Прошептала Эбби Ты хочешь убить меня? Нет, что ты? Тогда зачем ты взламываешь рубку? Спасаю тебя, сказал я Эбби захохотала Господи, Макс! Приди в себя! Кто ты? Что ты? Пожалуйста! Потом она заплакала Как-то все это Непоследовательно Да, Эбби Я повернул голову Эбби, остановившимся взглядом, смотрела на меня с соседнего кресла Глаза ее уже помутнели Из-под волос выбивалась крохотная черточка красного цвета Ты что-то сказала? Спросил я Спросил я Двигатели дали импульс Прорастали гроздья сфер и ветви переходов Дом 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...